Наги, здесь же со мной в студии, Екатерина Шульман. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, во-первых, заселим обратно жителей Ховрина, которые в прошлый раз невероятно обидели с тем, что мы их в Подмосковье выселили. Не в Подмосковье находится Ховрина, все, на том и порешим, но не стоит так держать за свою городскую идентичность. Никто из слушателей не понял, к чему было сейчас это выступление. Это про прошлую передачу, все поняли, кто надо, тот понял. А кому надо, те поняли. Хорошо. Это имеет отношение к многострадальной сценограмме встреч президента с членами СПЧ и ее пересказе в публичном пространстве, которая, наконец-то, у нас завершилась публикацией полной версии стенограммы. Так что теперь жители Ховрина, жители Ходькова, свидетели Еговы, все люди упомянуты, это Алексей Навальный, все упомянуты в... Рядом с президентом. Да. Упомянуты в ходе этого мероприятия, могут прочесть на сайте Кремля подлинную, так сказать, полную и, насколько я успела проверить, действительно достоверную текстовую расшифровку. Битва при стенограмме, можно назвать. Это то, что происходило в последнюю неделю. Ну, а, собственно, что было новостью, что было событием, нам Екатерин сейчас в первой нашей рубрике и расскажет. Не новости, но события. Я напомню, что нас в Ютубе еще можно смотреть, на канале «Эхо Москвы», там идет трансляция, за нами стоит наша стена загадочной, на которой написаны разные штуки, о которой мы вам потом расскажем. И также сидит тут Екатерина Шульман, тоже в камере. Мы с радостью приветствуем возвращение нашей программы в рабочий режим. Сегодня у нас будут рубрики, у нас будет термин, будут у нас отцы, и мы отходим все-таки от тлетворного формата. Ведущий рассказывает об удивительных событиях, которые случились с ним лично. Мы не такие. Мы будем рассказывать сегодня о важных событиях, которые свершились с Российской Федерацией. Первое, на что нам с вами надо будет обратить внимание, и это, не будем говорить даже завершившееся, а прошедший очередной этап, бесконечная избирательная кампания в Приморье. Не завершилась? Посмотрим. Объясню, почему посмотрим. Точнее говоря, объясню, на что именно надо смотреть. В прошедшее воскресенье прошел третий, наверное, следует так его назвать, тур приморских выборов, на которых действующий в Рио губернатор Олег Кожемяка был избран в первом же туре и стал, соответственно, новым приморским губернатором. А явка была, ну, опять же, какая была явка и каков был результат, мы пока сказать со всей определенностью не можем, потому что, судя по тем сведениям, которые к нам поступают, все-таки без некоторого рисования там не обошлось. Прежде чем мы с вами погрузимся в глубины этого самого рисования, давайте напомним нашу теоретическую основу. Мы довольно много в этом завершающемся сезоне говорили с вами о региональных выборах и говорили о фальсификациях. Напомню, что политическая наука различает два типа электоральных фальсификаций. Так называемые фальсификации выживания и фальсификации устрашения. То есть, если вы рисуете голоса для того, чтобы получить результат, чтобы выиграть выбор, чтобы в первом туре выиграть, не попасть во второй, это фальсификации выживания. Если вы, будучи уверены в победе, все равно пририсовываете себе какой-то результат для того, чтобы красиво выглядеть, для того, чтобы обогнать соседа, другой субъект федерации в нашем случае, для того, чтобы произвести впечатление вот этого подавляющего большинства, это фальсификации устрашения. А, собственно говоря, это отвечает на вопрос, почему в тех случаях, когда, казалось бы, победа гарантирована, все равно не демократические политические режимы продолжают что-то такое рисовать. Так вот, мы говорили с вами, что в течение уже довольно долгих лет мы имели дело исключительно с фальсификациями устрашения. То есть, с демонстративным пририсованием, которое должно было продемонстрировать вот эту вот самую консолидацию. Соревнование KPI было, как сейчас мы говорим. Было соревнование KPI между губернаторами, нельзя было получить меньше, чем у соседа, федеральный политический менеджмент тоже должен был получить результат не хуже, чем в прошлый раз. То есть, вот эти вот были такого рода рисования. Мы уже забыли о том, что такое фальсификация и выживание. И вот на прошедших избирательных кампаниях мы стали видеть именно их. Когда, по логике, не до жиру быть бы живу, местные избирательные комиссии начинают фальсифицировать результат для того, чтобы их губернатор вообще выиграл или выиграл в первом туре, потому что все уже более или менее выучили, что второй тур – это смерть. Выходя во второй тур, кандидат от власти проигрывает любому другому кандидату, с которым он в этот второй тур вышел. Поэтому задача состояла не просто в том, чтобы в приморском случае получить первое место, а задача состояла в том, чтобы не упасть ниже 50%, не допустить второго тура, потому что второй тур – гибель. Что получилось у нас в результате? Мы с вами, опять же, в течение этого сезона видели много разных интересных методов фальсификации, в том числе достаточно новых. Ну, вот мы помним, например, Владимирский перевертыш, когда считаются глаза по-честному, потом меняются фамилии. То есть вы просто приписываете результат другому кандидату. Патентуйте название, очень красиво. Да, перевертыш, Russian перевертыш, да, это было уже у нас, мы это даже на доске, кажется, рисовали, это прелестный совершенно термин. Значит, в случае с Приморием, вот сейчас с этим туром, который был в воскресенье, что там было интересного? Значит, рисовались результаты не только для выигравшего кандидата, но и для всех остальных. Это довольно новая такая штука. То есть что делалось? Вообще, кстати говоря, когда мы рассказываем, что делалось, на что мы опираемся? Мы опираемся на данные электоральной статистики и на анализ Сергея Шпилькина, ведущего нашего российского специалиста по, собственно говоря, электоральной статистике. Должна вам сказать, еще раз, так сказать, повторить, для того, чтобы возбудить патриотическую гордость слушателей, что это та отрасль науки, в которой Россия максимально находится на переднем крае, вот, так сказать, мирового научного прогресса. Мы большая страна, и выбор у нас проходит все-таки довольно часто, поэтому мы поставляем большие данные, большие объемы данных, которые все политологи мира с нетерпением ждут и с благодарностью изучают. Поэтому наша, так сказать, гангрена, она самая выпуклая, масштабная, большая, и все чрезвычайно рады иметь возможность на ней попрактиковаться. Так вот, у нас есть Сергей Шпилькин, у нас есть Александр Кынев, специалист по региональным выборам, у нас есть Ассоциация Голоса, Ассоциация Наблюдателей и Григорий Милконец, руководитель ее. Вот на этом мы все смотрим и видим, собственно говоря, следующую картину. Русофобию. Нет, на самом деле мы математику, мы видим простую математику. Даже вот тут ее разряд, который называется арифметикой. Значит, у Шпилькина опубликована довольно простая формула, которую каждый может повторить на своем домашнем калькуляторе, по которым высчитывались голоса для всех кандидатов, которые принимали участие в первом туре. Соответственно, для того, чтобы была некая такая равная пропорция между ними и для того, чтобы число недействительных бюллетеней не превышало также известное число. Значит, кандидат Ищенко, который, собственно, теперь уже, можем это сказать, прямо выиграл выборы предыдущие и был недопущен к этим, и ради которого, собственно, затеялась вся эта кампания с присылкой нового в Рио из соседнего региона, он призывал своих избирателей портить бюллетени. Этот призыв не имел успеха. Процент испорченных бюллетеней достиг четырех. Это немало, но это столько же, сколько было в первом туре осенью. Значит, в втором туре было 2,5% испорченных бюллетеней. Вот сейчас в этом третьем опять 4. При этом процент голосов, поданных за второго кандидата, в данном случае это кандидат от ЛДПР Андрей Ищенко, около, ну, чуть больше 25%, что, в принципе, похоже на то, сколько получил сам Ищенко в первом туре. То есть, действительно, мы видим, что протестное голосование подтверждает свой протестный фактор. То есть, это не голосование за кандидата, не голосование за партию, это голосование за любого сильнейшего кандидата, который может противостоять инкумбенту. В этом смысле мы видим, что та логика, которую сейчас Алексей Навальный называет своим умным голосованием, В общем, да, подтверждается практика. Избиратели интуитивно выбирают эту стратегию, скорее, чем стратегию неучастия, скорее, чем стратегию поршня и бюллетеня, и скорее, чем стратегию голосования за хорошего кандидата. Но выглядит это поубедительнее. Они видят, что никакой кандидат нехороший, поэтому они просто голосуют за второго. Они как-то высчитывают, опять же, неэмпирическим путем, какой именно кандидат второй. Значит, что сообщает нам Шпилькин? Шпилькин говорит, что по его подсчетам около 170 тысяч голосов нарисовано. Это немало. Это немало. Значит, реальный процент за кандидата, занявшего первое место, по его мнению, 46%. То есть он, да, занимает первое место, у него достаточно большой отрыв. На второй тур. Вот, да. У него достаточно большой отрыв от ближайшего преследователя. Но, по-честному, он должен был бы выйти во второй тур с этим самым Мадриченко, а там уже... Ну, там все. Там мы уже видели. Да поможет Бог сильнейшему, да. А, значит, явочка, реальная явка по Шпилькину около 37%, нарисованная, официальная явка 46,35%. Значит, нарисовано довольно здорово. Теперь вернемся к нашему с вами разделению на типы электоральных фальсификаций, и почему это важно, и почему я сказала, что история эта не закончена. У фальсификаций выживания есть одно свойство. Они неустойчивы. Фальсификации и устрашения никогда никем не оспариваются. Или попытки их оспорить никогда не пользуются успехом. Тут начинает вступать логика совершенно неправовая, но, так сказать, на бытовом уровне убедительная. Вы что думаете, что при честном подсчете победил бы кто-нибудь другой? Людям трудно на это возражать. Понятно, да? Да. Понятно. Говорят, вы нарушили, вы приписали. Да, может быть, мы нарушили, мы приписали, но все же понимают, какой на самом деле результат. В случае с фальсификациями выживания эта логика не действует. Обратите внимание, что предыдущие случаи, которых мы с вами назвали, и Владимирский перевертыш, и предыдущие фальсификации в Приморье, фальсификации судного дня, фальсификации последней минуты, когда из 2% оставшихся бюллетеней делают, точнее говоря, оставшихся участков. Еще один термин красивый. Делают 90% голосов за нужного кандидата. В обоих этих случаях эти фальсификации не имели успеха, они были опрокинуты последующей практикой. То есть людям не удалось достигнуть своей цели. Я не буду вам сейчас предсказывать, что сейчас вот тут пойдут все в суд и, соответственно, отменят результаты еще и этих выборов. Конечно, нет. Судя по всему, в Рио станет губернатором и будет сидеть, сколько ему Бог даст, на этом месте. Еще обратите внимание на еще одну технологию, которая помогла ему выиграть не только недопуск ближайшего соперника, не только переворачивание доски, на которую шла предыдущая игра, то есть обновление линейки кандидатов, и даже не только огромные затраты, которые понес федеральный центр с целью благотворить приморского избирателя. Вообще обратите внимание на то, что мы с вами об этом говорили, что этот кандидат от Москвы вел ярко выраженно антимосковскую кампанию. То есть вот действительно единственное, что только вот президент сверкать не призывал, а все остальное призывал. Москвичей ругал. Значит, Глонас обещал победить. Новые тарифы обещал тоже победить. Рыбу дешевые сделать. Праворульные автомобили защитить. Столицу округа перенес, можно сказать, на собственных плечах, из Хабаровска во Владивосток. Идеальный кандидат. Это я подозреваю, что не произвело особенное впечатление на избирателя, но тем не менее федеральный центр на это, на все потратился. То есть это был очень затратный голосование, очень затратный результат. Я тут, кстати, процитирую мнение Александра Кынева, упомянутого мною, о том, что, ну, как бы, да, хорошо в этот раз победили, но федеральный центр не сможет в каждом регионе такой ценой побеждать. Это можно было сделать вот на этом самом приморье, которое почему-то показалось таким безумно важным просто рубежом и Брестской крепостью. Мне, кстати, мало понятно, почему в Хабаровском крае смирились с поражением, а в приморье решили встать насмерть. При этом настолько насмерть, что даже не за своего кандидата первоначально, то есть неспосредо этого Тарасенко, которого отослали быстро в Москву, в Роскомброболовство. Но вот не дай бог, чтобы не этот самый Ищенко не победил. Я уж не знаю, что в нем такого страшного. В приморье люди, вот, протестующие опаснее и, так сказать, радикальнее в определенном смысле, когда всякие инициативы были и про машины, и про прочее, они там очень... А также это родина приморских партизан. Не знаю, не буду сейчас рассказывать никаких версий на этот счет, просто зафиксируем этот момент. Так вот, была еще одна технология, которая, что называется, помогла, а именно отсутствие наблюдателей. То есть имея в руках вот эти вот сырочаги, владея полностью линейкой кандидатов, выбирая тех, которые уж точно не повредят, вбухав кучу денег и медиаресурсов в раскрутку этого самого кандидата. При этом все-таки боялись наблюдателей. Поэтому не давали допуска на участки. Направление наблюдателей не могли получить. Ну, значит, потом в конце я, собственно, в Рио щедрой рукой выдал 20 направлений, так сказать, 20 путевок на избирательные участки, что, конечно, ситуацию никак не изменило. И вот при всех этих условиях все равно рисовать-то пришлось. Причем рисовать так, что это в достаточной степени видно, за руку поймать можно. Я думаю, что в Приморском крае будут еще какие-то протестования, которые не приведут к процессуальному результату, но оставят длинный и грязный медиаслед. В Приморье политические элиты, если мы воспользуемся этим устаревшим термином, не консолидированы. Это было видно по предыдущим двум турам, это было видно по тому, как они себя ведут. То есть для них этот самый Кожемяк, и, в общем, посторонний человек, который нагло посадили за плохое поведение. Ну и круги эти там специфичные. Ох, специфичные. Очень специфичные. Публика там, да, особая. В общем, там еще будут кое-какие интересные вещи, потому что, еще раз запомним нашу главную мысль, фальсификации выживания, в отличие от фальсификации устрашения, не имеют устойчивого эффекта. Вообще, с точки зрения режимной типологии, к ним прибегают либо формирующиеся автократии. То есть вот когда начинают, так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий. А вот годом в два, когда уже хочется как-то подкрутить выбранный результат под себя, но при этом еще не очень понятно, как это делать, вот-вот начинают эти робкие, значит, рисования неловкой еще ручонкой своей. Либо-либо аккуратно, скажем, в, скажем так, осенний такой, предпенсионный такой период, тоже начинаются вот эти вот попытки, уже потеряв базово-народную любовь, и, в общем, понимая это, хотя бы уцепиться за какие-то административные ресурсы. Это что касается приморских выборов. Значит, второй куст целой тем, который нам надо с вами сегодня успеть рассмотреть, это некоторое количество новостей о законотворческом процессе. Сейчас конец года и конец сессии, поэтому сыпятся буквально как из рога изобилия, как принимаемые законопроекты, так и новые законопроекты в России. Значит, с чего мы с вами начнем? Мы с вами начнем с того, что уже идет и практически завершается. Значит, у нас, как мы помним, декриминализация частичная, или, точнее сказать, административная приюдиция первого пункта 282-й статьи Уголовного кодекса об экстремизме сегодня, как раз 18 числа, сегодня была принята в втором чтении. Значит, что получилось, что не получилось? В принципе, версия второго чтения, второе чтение, еще раз напомню, это та стадия, когда могут носиться поправки в проект закона, изменений никаких принципиальных не произошло. Значит, единственное, чем отличается текст второго чтения от текста внесенного, это там добавлена строчка о том, что вот этот самый первый пункт применяется к Уголовному кодексе 282-й статьи, применяется к лицу после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года. То есть, обратите внимание, значит, первый раз вас ловят на экстремизме, вы несете административную ответственность. В течение года после, не после того, как вы написали, разместили картинку, а после того, как вы привлечены к административной ответственности. Если второй раз возбуждается уголовное дело, вы получаете приговор, то он уже будет у вас уголовным. То есть, вот это и есть та самая административная приюдиция. К сожалению, к нашему всеобщему формулировка о социальной группе, которой вы разжигаете ненависть путем чего-нибудь, осталась. Значит, были у нас надежды, надежды не совсем, так сказать, безосновательные, поскольку такое же предложение вносил, например, обуцмен по правам человека Москалькова. Предложение стояло в том, чтобы вычеркнуть вот эту самую социальную группу. Значит, как у нас сейчас звучит формулировка экстремистских действий. Возбуждение ненависти либо вражды, и унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равнопринадлежности к какой-либо социальной группе. Ну, все понимают, чем плоха формулировка про социальную группу. Потому что пол и отношение к религии, расу, национальности, язык и происхождение хоть как-то можно идентифицировать. Что такое социальная группа, не знает никто. Это что угодно. Каждый из нас относится к какой-то социальной группе. К социальной группе полицейских, к социальной группе госслужащих, к социальной группе родителей. Гражданин. Все это абсолютно неграмотно с точки зрения социологии, то есть вообще и слово социальное, и слово группа, и ее применение, все это дикость и употребление слов не тем местом. Но, тем не менее, это в тексте закона осталось. Значит, этих президентских инициатив у нас две, они идут параллельно, это поправки в уголовный кодекс, поправки в кодекс административный, куда вся та же формулировка к нашей печали перекочевала. Значит, кроме того, что у нас еще продвигается и что у нас не продвигается, что тоже интересно. Значит, продвигается проект сенатор Лукина о снижении муниципального фильтра с 3% до 1,5, с 2,3 районов до половины. Значит, он у нас готовится комитетом к рассмотрению в феврале. Это будет уже следующая сессия, это будет в феврале. Ну, по крайней мере, там какие-то движения есть, он не залип, а дальше ползет себе по стадиям законодательского процесса. С другой стороны, помните ли, говорили мы с вами довольно много о поправках в городостроительный кодекс, внесенный правительством, подготовленный Минстроем. Которые позволят нашему с вами правительству Москвы, а также других крупных городов, достаточно богатых, чтобы себе это позволить, по причине наличия плана реконструкции того или иного района, изымать землю с стоящими на ней жилыми зданиями. Значит, 5 декабря заканчивался срок сбора поправок к этому законопроекту. Мы с вами говорили о том, как хорошо и правильно было бы не принимать в торопях такой масштабный проект закона. А какие-нибудь слушания провести, например, в Государственной Думе? Вообще как-то вот... Общаться с людьми. А публичить как-то, как это называется, это самое дело. Значит, что мы не без удовольствия отмечаем. После 5 декабря никакого второго чтения у нас не произошло и не назначено. Таблицы поправок к комитетам не сформированы, в базе не висят. То есть тут есть у нас некоторые надежды на то, что хотя бы до конца года мы... Слушай, не буду говорить, мы затормозим. Прямо не от наших радиоэфиров, тут все затормозилось. Но, по крайней мере, по какой бы то ни было причине, мы видим, что такого быстрого продвижения, которое может рассчитывать правительственная инициатива, там нет. Это уже хорошо. Время, как мы сейчас тут с вами говорили, на стороне живых. Играя с государственной машиной, выигрывайте время. Там посмотрим, и шаг умрет, и мир умрет. И вообще, по крайней мере, дом не снесут. Значит, теперь о том, что только что внесено, но уже чрезвычайно много внимания к себе привлекает. Интернет. Не только. Не только интернет, не только интернет, а еще и оскорбления, и фейковые новости. Так в интернете же. Да, в интернете. Все в интернете. Да, кстати, да, совершенно верно. Сенатор Клишес, чрезвычайно активный законотворец, за авторством которого только сейчас на рассмотрение в Государственной Думе имеются 22 законопроекта. С группой товарищей. В двух случаях это одинаковая группа товарищей, в третьем случае там немножко отличающийся состав. Внес три законопроекта, каждый из которых представляет свою просто жемчужину законотворческой деятельности. Давно мы, пожалуй, не видели вот такой разовый, так сказать, такого фейерверка нормотворца. Но с пакета яровой, мне кажется. Пожалуй, с пакета яровой, да. Не было вот такой вот этой самой красоты. А, значит, вот, кстати говоря, об этих 22 законопроектах. Среди них есть, например, скажем, для цели объективности. Есть, например, у сенатора Клишеса хороший, правильный законопроект. А именно, поправьте в Уголовно-процессуальный кодекс, запрещающий использование в залах судов клеток либо аквариумов для подсудимых. И он тоже у нас как-то вот рассматривается. Вот это мы поддерживаем, это мы одобряем. Так, один из 22 хороший. Один из, как правильной мере, один из 22 очень хороший, нужный, правильный законопроект. Но, о которых мы сейчас с вами будем рассказывать, не заслуживают. Надо сказать, никакой осудной похвалы. Значит, начнем с так называемого законопроекта об автономном интернете. Значит, тут мне будет немножко сложно рассказывать, потому что это техническая часть, в которой я ничего не понимаю. Поэтому будет у нас как-то, за что покупал, за то и продаю. Но постараюсь аккуратно обрисовать, что я в этом вижу. Значит, о чем идет речь? Законопроект называется следующим образом. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Мы говорили, что это самое страшное название, да? Вот когда некоторые законодательные акты начинаются, вот там ищите гадость какую-нибудь. В скобках. В части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет на территории Российской Федерации. Значит, что там написано? Целеполагание законопроекта состоит в том, чтобы обеспечить функционирование интернета в России на случай, если другие страны нам его отрубят. Каким образом другие страны могут отрубить нам интернет? И были такие случаи в истории человечества. Есть ли некий централизованный рубильник, находящийся в подвалах Вашингтонского обкома, за который можно дернуть, и интернет везде отрубится? На эти вопросы у нас ответа нет. Тем не менее, судя по всему, о чем идет речь? Речь идет об очень больших бюджетных расходах, а именно до 20 миллиардов рублей, судя по имеющейся информации. То есть, вот так банально? Подождите, все же это банально. Разве это банально? Это красиво. Во-первых, это красиво. А значит, речь идет о том, что у нас государство через Роскомнадзор закупает оборудование, известное специалистам под названием DPI, то есть Deep Packet Investigation. Глубокая проверка пакетов. Инспекшн. Инспекшн, про прощение, да. Которая техника позволяет, опять же, если я все правильно понимаю, как бы вот фильтровать входящий трафик, тот, который проходит снаружи в Российскую Федерацию, и проверять от тех ли он источников, какой мы считаем безопасными и правильными. Говорят, что это некий следующий этап блокировки телеграмма, которому Роскомнадзор, разозленный своими неуспехами, собирается приступить в следующем году. Но самое главное, что сейчас бюджет Роскомнадзора составляет, если я не ошибаюсь, около 8 миллиардов рублей. А тут у нас сразу 20 миллиардов только на закупку оборудования. В этом смысле эта новая инициатива принципиально отличается от предыдущих, например, закупок СОРМа. Вот СОРМ есть такая техника, значит, которую наследственные органы требуют везде устанавливать. Да, СОРМ это система оперативно-розыскных мероприятий. СОРМ закупался провайдерами за свой счет. Вот этот вот DPI им будут, видимо, дарить на Новый год. Как дарить? За наш с вами счет дарить. За наш с вами счет дарить, но не за счет провайдеров. То есть государство будет их закупать, еще раз повторю, еще о кратном расширении финансовых возможностей Роскомнадзора. Как раз недавно в Роскомнадзоре закончились достаточно благополучно те уголовные дела, которые были возбуждены против руководителя. Закончились ничем. Закончились ничем пресс-секретаря и директора юридического департамента. То есть эти люди как-то сумели доказать следственным органам свою невиновность. Поэтому дела закончились, все закрыто. И, соответственно, даже не только не посадили, а еще и дадут много денег. Значит, что тут надо понимать? Что можно понять, даже не имея соответствующей технической подготовки? Значит, законопроекты эти будут рассматриваться только весной. Сейчас они только внесены. То есть прямо сейчас ничего не будет. Об отрубании интернета от внешнего мира речи не идет. Значит, китайского фаервола нам не построить, просто потому что Китай начал это делать больше 20 лет назад. Не на чем, да. Интернет был тогда маленький и беззубый, а Китай большой и богатый. И Китай остался большой и богатый, интернет большой и зубастый. Российская Федерация, как всегда, все проспала. И в этом, в общем, наше счастье. Но разбазарить государственные средства на разработку какого-то сомнительного оборудования, которое даже мы не уверены, что заблокирует Телеграм, это вполне мы в состоянии сделать. Значит, второй и третий законопроекты, внесенные сенатором Клишесом и его товарищами, как депутатами, так и сенаторами, это две поправочки в Кодексе об административных правонарушениях. Они коротенькие обе. В одном из них речь идет об административной ответственности за, сейчас, распространение в информационных сетях информации, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу государства, официальным государственным символам РФ. Значит, официальные символы и органы, осуществляющие государственную власть в Российской Федерации. Значит, о личностях речь не идет. К органам нельзя выражать явный дисреспект. В неприличной форме. Что такое неприличная форма я не знаю, мат у нас запрещен и без этого. По отношению к кому бы то ни было, не только государственным органам. Значит, что вам за это будет? Административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Ну, так как-то даже, я бы сказала, скромненько. По большинству. Значит, вторая поправочка в административный кодекс, статья 13.15. Это так называемое наказание за фейк-ньюс. Тут чуть подробнее и санкции повыше. Распространение в средствах массовой информации, заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан массового нарушения общественного порядка. Делаем перерыв на новости. Потом дочитаем. Продолжаем, Екатерина Шульман, Майкл Наки. Мы на самом интересном месте остановились. Да, мы зачитывали вслух с выражением текста законопроектов. Мы с вами завершаем рассмотрение двух, так сказать, информационных инициатив сенатора Клишиса. Там не только сенатор Клишиса, там еще много другого всякого народу. Но главный и основной инициатор это он. Значит, про выражение в неприличной форме, значит, неуважение к обществу государства, символам Конституции и органам, осуществляющим государственную власть в России, мы прочитали. Значит, там небогато. От 1000 до 5000 и административный арест на срок до 15 суток по нынешним временам вообще практически нисколько. Значит, второй законопроект, вторая поправка в КАП, касается у нас распространения недостоверной информации. Давайте тут все-таки зачтем эту формулировку. Заведомо недостоверной, общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений. Информации, распространяемой под видом сообщений. Заведомо недостоверной. Которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, то есть создает угрозу жизни, угрозу здоровью, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, Наступление иных тяжких последствий. Когда я слушаю слово «иных» в законопроекте. Я хватаюсь за пистолет. К счастью, у меня его нет. Никогда, товарищи, когда вы будете писать законопроекты, или вот вы прямо сейчас закончите слушать нашу программу и приступите опять к писанию законопроектов, посмотрите, нет ли у вас там слова «иных» и вычеркните его оттуда. Не может быть в тексте закона, тем более закона с санкцией уголовной или административной, никаких ТП, ТД и иных случаев. А у вас, как профессионала, на ваш взгляд, это случайно делается? Это оплошно? Нет, это делается для того, чтобы развязать руки конечному правоприменителю. Для того, чтобы создать внутри пространства закона пространство произвола. Значит, еще раз повторю священный принцип законотворчества. Идеальная формула закона – это «не влезай, убьет». Не влезай в диспозицию – убьет санкция. Закрытый список. Точка. Чего не надо делать, чего будет, если сделаешь. Вот так надо писать законы, а не вот это вот. Массовое нарушение общественного порядка. Что и массовое нарушение общественного порядка? Массовое – это какое? Сколько людей принимает участие в нарушении? Десять тысяч, а сот тысяч. Где начинается массовость? Ну и также наступление иных тяжких последствий. Иных, но тяжких. Значит, что нам с вами за это будет? На граждан административный штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей. На должностных лиц от тридцати тысяч до пяти тысяч. На юридических лиц от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. С конфискацией предмета административного правонарушения. Значит, ну, что мы тут видим? Юридическое лицо – это, конечно же, СМИ. Значит, для него и штраф, серьезные четыреста тысяч до миллиона – это деньги. И конфискация предмета административного правонарушения, под которым, я так подозреваю, будут подразумеваться, да, конечно, оргтехника. Компьютер, принтер и вашу мышь тоже казнят через повешение. И за мать все. Ведь неизвестно, с какого конкретно компьютера была отправлена. Предмета написано. Ну, да, наверное, можно и несколько предметов. Значит, что мы можем с вами сказать о течении и прохождении этих самых законопроектов? Что касается закона на 20 миллиардов, вот это самое функционирование, устойчивое функционирование сети интернет, он будет принят абсолютно в этом, можете не сомневаться. Во-первых, деньги. Во-вторых, священное слово «безопасность». Кроме того, вот это вот мечты об автономном интернете, они, в общем, достаточно древние. Начиная с 2014 года, так или иначе, некоторая база материальная и правовая под это создается. А первые учения по, так сказать, что будет, если отключить интернет, проходили, по-моему, в Центробанке уже несколько лет назад. То есть это не новость. Это они примут. Что касается вот этих двух маленьких закончиков. Значит, оскорбление власти и фейк-ньюс. Ну, скажем так, тут можно еще побарахтать. У вас нет ощущения, что это законопроекты против конкретного лица, который посредством интернета призывает к массовым акциям и прочее, прочее? Тут нет при призыв к массовым акциям. Ну, которые могут привести к массовому несанкционированному мероприятию, как там было написано. Ну, заведомо недостоверная и общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений. Под это можно подвести, конечно, приблизительно что угодно. Которая создает угрозу. Действительно. Прекращение функционирования объектов транспортной инфраструктуры. Ну, скажем, призываете вы всех выйти и возмутиться чем-нибудь. Вы создаете угрозу прекращения функционирования транспортной инфраструктуры? К-машин, не можете ехать, да. Еще бы. Вы, может, метро запрудите своими вот этими вот обманутыми зрителями и слушателями. Так что, да, подвести под это можно много что. Значит, ну, самое ужасное, конечно, ну, не то же самое ужасное, наиболее сомнительно с правовой точки зрения выглядит, пожалуй, даже вот это самое оскорбление. Потому что неприличная форма непонятно что обозначает. Еще раз повторю. Ну, оскорбления у нас отдельно, значит, запрещены. И клевета отдельно. И клевета. И вся ложь от вас. И клевета от вас. Как в этом самом пьесе «Слуга двух господ». Это все тоже уже упомянуто в кодексе административном и уголовном. Кроме того, опять же, обценная лексика у нас и без того запрещена. Поэтому в чем состоит неприличная форма, непонятно. Ну, видим карикатуру. Можно будет преследовать. В общем, с этими двумя я бы еще посмотрела. Что касается закупки DPI за госсчет. Ну, это, конечно, будет принято. Уж больно эта сладкая, прекрасная правовая инициатива. Сектор попил на барабане. Кто смотрит нас на улициды, понимает, о чем речь. А мы переходим к нашей следующей рубрике. Азбука демократии. Так, так, долгожданная. Отсутствующая в прошлый раз. Да, да. Два выпуска подряд. Мы выбивались с вами из всех на свете графиков. Кошмар. В прошлом выпуске у нас вообще ничего не было. Ни доски, ни терминов. Но во всем, во всем виноват президент Российской Федерации. И встреча с ним. Такого больше не повторится. Мы надеемся. Жидать, что мы будем работать уже нормально. В позапрошлый раз у нас тоже был сдвиг, потому что мы взяли три термина, которые были тогда актуальны с точки зрения информационной повестки. Но с точки зрения алфавитной совершенно были не там. Поэтому я напоминаю, что мы находимся на букве Н. Прошлый термин на букве Н был у нас неравенство. Я даже не задаю вопросов, потому что никто, кроме преподавателя, не может помнить, что было так давно. Два занятия назад. А я знал. Попробуйте проверить. Теперь уже поздно. Так вот, значит, прошлый термин был неравенство. Сегодняшний наш с вами термин номенклатура. Значит, одно из тех слов, которыми, несмотря на видимую форму этого слова, русский язык обогатил английское словоупотребление. Значит, сам термин номенклатура первоначальный, латинский, произведен от двух латинских корней. Номен – это имя, колара – это звать. Номенклатура – это перечень имен, называние имен, список имен. Но номенклатура в том смысле, в каком мы с вами понимаем это слово, а сейчас мы скажем, в каком смысле мы его понимаем, пишется в английском языке с буквой «кей», а не с буквой «си», и обозначает вот именно это, именно вот в этой номенклатуре, в этом русском смысле, то есть высшая бюрократия. Точно так же, как в английском языке теперь существует слово «аппаратчик». Серьезно? А силовики нет еще? Силовики уже в достаточной степени входит в оборот, потому что это слово нужно английскому языку, там нет обобщающего термина, который бы обозначал всю вот эту вооруженную бюрократию. Как мы выражаемся, поэтому «the силовики» они тоже, значит, как-то уже находят себе место в словарях английского языка. Не только «спутник и погром», не только «борзой» и «сейбл», довольно древнее английское слово, обозначающее черный цвет, происходящий от соболя, не только «пироги», которые вообще не пироги, а польский вариант, то, что мы бы назвали своими варениками, но еще и вот такие вот прекрасные термины из бюрократического словаря входят из русского языка во все остальные языки мира. Итак, что такое номенклатура с точки зрения политологической? Этот термин специфически применяется к высшему привилегированному слою советской государственной системы. Номенклатура – это правящая элита, формируемая путем назначения на ключевые посты всех уровней, назначение кого? Кандидатур, утвержденных партийными органами. В чем отличие между номенклатурой и бюрократией? Термин «бюрократия» мы с вами разбирали, говорили о том, что Вебер думал о бюрократии, говорили о происхождении этого слова. Номенклатура – понятие более широкое и специфически относящееся к советской власти и постсоветским политическим образованиям именно потому, что это привилегированный класс в условиях, когда у кого-то, у государства или у правящей партии имеется монополия на все высшие назначения. В советскую номенклатуру входили не только государственные служащие и не только высшие партийные чины. В советскую номенклатуру входили, например, руководители творческих союзов, директора театров, редакторы газет, руководители средств массовой информации и даже церковные иерархи. Все эти люди, кандидатуры этих людей должны были быть согласованы партийными органами. То есть если у вас есть монополия на, так сказать, продажу билетов в правящий класс, то ваш этот правящий класс будет не бюрократией, рациональной бюрократией по Веберу, которая у нас продвигается по лестнице. Меритократической я бы сказал. И не, она не обязательно может быть меритократической. Она может продвигаться просто соблюдая регламент. Она может продвигаться... Хорошо, хоть по какой-то лестнице. ...я просто выполняя свои обязанности. Но у нее есть некоторые вот эти вот расписанные ступени, по которым надо пройти для того, чтобы попасть на ступень следующую. А если у вас есть вот эта вот трудноопределяемая элита, которая при этом не является, скажем, финансовой верхушкой, промышленными воротилами и вообще вот какой-то такой элитой, скажем так, финансо-экономической, а которая является именно... То есть если у вас есть некий список людей, куда нельзя попасть, не будучи согласованным где-то там, то это вот, собственно говоря, и есть номенклатура. Значит, тот ученый, о котором мы еще поговорим... Чуть подальше. Чуть попозже, да, который, собственно говоря, ввел этот термин в мировой научный оборот, перечислил, перечислял следующие признаки именно советской номенклатуры. Да, здесь шла о номенклатуре советской. Итак, контроль над госаппаратом, то есть номенклатура не вырастает из госаппарата, а руководит им. Жесткая партийная дисциплина, ну, вместо партийная, можем сказать, жесткая какая, внутриэлитная дисциплина. Я просто пальцы загибаю. Да, совершенно верно. Идейное и организационное единство. Личная преданность вождю партии. Вот с третьим пунктом, так в современном режиме как-то не хватает его. Ну вот, значит, смотрите. Любителям говорить, что у нас сейчас совершенно все, как при советской власти, хочется их внимание привлечь не только к сходству, которое действительно бросается в глаза, но и к различиям. Значит, наличие вот этих самых согласованных списков, то, что нужно утверждать где-то там, не будем показывать пальцем, где именно, не вызывает сомнений. И это действительно, как и при советской власти, не только формальные начальники, руководители там департаментов, министерств, ведомств, служб и так далее. Но и люди совсем, казалось бы, не имеющие отношения к бюрократии, не являющиеся госслужащими, тем не менее, тоже должны быть согласованы. Ну, кандидатов на выборах и то надо согласовывать. Значит, это есть, это понятно. Значит, контроль над госаппаратом, то есть в некоторой степени перевернутая бюрократическая пирамида, ну, тоже в некоторой степени есть назначенцы, вот эти самые согласованные назначенцы не являются производной, чаще всего не вырастают из этого самого госаппарата, а присылаются туда, подобно тому, как присылаются всякие исполняющие обязанности в территории, катапультируются туда, значит, откуда-то издалека, не имея к этой территории никакого отношения, дальше они контролируют тот аппарат, который им достался. Жесткая партийная дисциплина, или не партийная, жесткая, опять же, там, внутриэлитная дисциплина. Ну, вот совсем недавно приняли заповеди на Единой России, я так понимаю, они распространяются на всех, кто относит себя к власти. Не каждый член Единой России может быть назван на инфраструктуре. Вот, а это широкое. Тут, скорее, еще о другом. Речь идет, скорее, о наличии некоего неписанного кодекса, который все понимают и все соблюдают. То есть есть некие нормы, чего можно, чего нельзя. Ну, кстати говоря, с этим вот сейчас в наш век турбулентности и информационной продажности тоже какие-то сложности. Не успевают согласовать, мне кажется. Не успевают понять, что можно, что позволено, что не позволено. Как можно говорить, как нельзя говорить. За что, значит, что проститься тебе, а за что ты вдруг можешь попасть и пострадать со страшной силой. Причем у нас это пострадание, как известно, может выражаться в довольно суровых формах. То есть не только тебя там снимут в должность, а тут же возводят уголовные дела на твоих родственников, которым ты под обратил душевный и переписал какие-то госконтракты. То есть жесткой партийной дисциплиной у нас не то чтобы как-то очень сильно хорошо. По крайней мере, она как бы вот подвергается некоторой эрозии. Еще недавно, казалось бы, все было понятно, сейчас уже все понятно совсем не так. Идейное организационное единство. Вот тут минус полный. И вот тут полный. Ни идейного единства, ни единства организационного. Наоборот, жесткая внутренняя конкуренция, внутривидовая конкуренция. Война всех против всех по ГОПСу. Значит, жестокость друг к другу совершенно выдающаяся. Отсутствие какой бы то ни было самой широко понимаемой идеологии, ну невозможно натянуть саму руна глобус, невозможно сформулировать никаких ценностей, кроме ценностей выживания и самосохранения, которые объединяли бы нашу условную номенклатуру. Значит, личная преданность вождю. Ну, что тут можно сказать? Хорошая вещь, конечно, личная преданность. Кто бы, собственно говоря, спорил. Но как их на это проверяют и насколько они действительно этим признаком отличаются, ну вот не знаю. Он только убрав вождя, можно это сделать. Я ни к чему не призываю, но чтобы понять, как что-то реагирует. Например, как в восточных сказках притвориться больным. И дальше посмотреть, как кто будет реагировать. Ну, вот, собственно, вот вам признаки, вот вам сходства, вот вам различия. Можете определять их уже самостоятельно в качестве домашней работы. Нам пишут СМС-ку из Москвы. Почитайте лучше Васленского. Загадочно скажу я, и мы переходим к нашей следующей рубрике. Да, конечно. Итак, на кого мы, собственно, опираемся, разбирая термин номенклатура в его научном смысле? Потому что, кстати, говорят, надо заметить, что термин этот при советской власти не был ни каким-то пиоративным, как это называется, ни как-то особенно секретным. Вполне в всяких официальных советских изданиях типа учебника «Партийное строительство» говорилось. Номенклатура, перечень наиболее важных должностей, кандидаты на которых предварительно рассматриваются, рекомендуется, утверждаются партийным комитетом. Вот, собственно говоря. А также освобождаются от работы после согласования спортивного комитета. То есть элемент согласованности он был, так сказать, вполне гласным. Не стыдились. Не стыдились. Так вот, откуда мы берем научное описание этого термина? Мы берем его из трудов советского и впоследствии немецкого ученого Михаила Сергеевича Васленского. То есть Михаил Васленский автор классического труда, собственно, под названием «Номенклатура», переведенного на десятки языков мира и вошедшего в мировую научную классику. Значит, он, собственно говоря, написал вот этот труд, в котором описал дескриптивно и научно проанализировал вот это вот социально-политическое явление советской номенклатуры. То есть какова была его судьба? Михаил Васленский был чрезвычайно успешным советским ученым. Значит, он по образованию был историком, значит, он закончил МГУ, он, кстати говоря, в 1946 году работал переводчиком на Нюрнбергском процессе и затем еще некоторое время жил в Берлине, потом вернулся в Москву. Значит, он стал членом Академии наук, значит, он защитил докторскую диссертацию по проблемам германского империализма, в университете Патрис Лумуму заведовал кафедрой, то есть он был вот такой действительно успешный советский ученый. Часто выезжал в загранкомандировки. И вот во время одной из этих Это значит большая степень доверия. Да, не был диссидент, который вот страдал при советской власти, подвергался гонению и, наконец, спасся на Западе. Это был человек, в общем, вполне входящий в ту самую номенклатуру, которую он так выразительно потом описал. Включенное наблюдение. Да, как вы понимаете, значит, вот Академия наук это тоже часть номенклатуры и, собственно говоря, вузовская научная и административная аристократия тоже подвергается тому же самому согласованию. Итак, в 1972 году, находясь в поездке в ФРГ, он остался в Германии, попросил там политического убежища, был через некоторое время лишен советского гражданства, кстати, мы его вернули в 1990 году, когда была у нас перестройка, и, собственно говоря, книгу свою великую номенклатуру он писал еще в СССР, пользуясь теми материалами, которые ему великодушно предоставила советская власть. Увелся их с собой и, так сказать, финальный вариант этой книги вышел уже в Австрии, а потом и в Соединенных Штатах. Там, собственно говоря, в этой самой книге он и проанализировал советский правящий класс. Михаил Васленский считается одним из ключевых людей, одним из отцов современной элитологии, то есть изучения правящих элит, политических элит. Его заслуга в том, что он действительно описал вот это вот явление во всей его цельности. Он дал западному миру понятие о том, что такое советская бюрократия, советская номенклатура, помним, что это не совсем одно и то же не совсем совпадающие понятия. На него опираются современные элитологи, те люди, которые выбрали себе эту нелегкую специальность. Она действительно нелегкая, потому что никакого социологического опроса среди представителей элиты не проведешь, домой в гости не набьешься. Они не желают быть изучаемыми, препарировать их как следует практически никогда невозможно. Поэтому изучать их приходится по косвенным признакам. Из, так сказать, последователей, я бы сказала, пропагандистов Васленского в современной российской науке назову Ольгу Краштановскую, которая тоже в этой же, так сказать, эту же делянку с разнообразным успехом разрабатывает. Одна из опасностей подстерегающих элитолога это желание имплантировать все структуры, где бродят его подопечные, с тем, чтобы как-то в естественной среде наблюдать их и изучать. Тут есть опасность как обычно заразить самого себя чумой, что делали великие врачи эпохи Возрождения, жертвовали собой ради науки. Но не то, чтобы это тот метод, который мы посоветуем каждому ученому. Михаил Васленский завершим это нашим традиционным наблюдением о том, кто дольше живет. По-моему, 76 лет, если я правильно считаю. Он прожил, умер уже в Бонне, так что, в общем, можно сказать, что действительно достаточно долгий срок жизни обеспечивает нам занятие наукой. Ученые умные, будьте как ученые. Переходим к вашим вопросам. Вопросы от слушателей. Ну что, вопросы мы собираем каждый вторник в социальных сетях Москвы. Там вы их можете писать, задавать. Екатерина Шульман их не видит. И при этом их вижу я, отбираю для Екатерины Шульман. А у меня сетку отобрала только что. Ну ладно. И у меня нет бумаги. Хорошо. Андрей Лях спрашивает, как должен выглядеть идеальный митинг с точки зрения закона о реализации прав и свобод граждан? Вот сейчас в России. Да, к сожалению, с точки зрения действующего законодательства, идеальный митинг это митинг согласованный. Для того, чтобы быть согласованным, митингу необходимо произвести такое впечатление на согласующих, чтобы они не почувствовали угрозы. Кроме того, согласователи митинга должны по мысли тех, кто согласует, соглашаться на любую, сколько бы то ни было неудобную локацию, которая будет им предложена. Соответственно, надо также пообещать, что придет не особенно много народу. Цель лучше иметь какую-нибудь общегуманитарную, хотя никогда не угадаешь, какую цель, но вот, например, коммунистам не согласовали митинг, по-моему, как раз на Сахалине, в защиту российской принадлежности к университетов островов. Потому что, если вы думаете, что ваша патриотическая направленность каким-то образом украсит вас в глазах согласующих органов, то нет. Это не поможет. Следующий вопрос. Данила Рязановский спрашивает. Как вы, кандидат наук, подчеркивается, относитесь к отмене государственного лицензирования ученых степеней? Возможно ли это в России? Это очень интересная тема. Близкая душа каждого, кто защищался и хочет защищаться дальше. О чем у нас идет речь сейчас? Значит, в апреле прошлого года, 17-го, правительство Российской Федерации выпустило постановление, в котором ряду вузов разрешалось присвоение ученых степеней своими силами, без апелляции к ВАКу. С чем мы с вами отличаемся от всех остальных стран мира, где присуждаются ученые степени? У нас есть некая высшая государственная аттестационная инстанция, которая утверждает решение ученых советов вузов. Это, собственно, ВАК, Высшая Аттестационная Комиссия. Вы защищаетесь в ВУЗе, если вы проходили эту процедуру, вы знаете, как это бывает. Дальше ваши материалы поступают в ВАК. Там их утверждают, либо не утверждают, бывает и такое. Таким образом, эта высшая государственная инстанция берет на себя ответственность за вашу ученую степень. Во всем остальном мире присваивается в ВУЗах, ну, точно так же, как вам присваивается диплом, если вы там отучились. Соответственно, престижность вашей степени зависит от того, в каком именно ВУЗе вы защищались. Если это ведущий мировой университет, то все понимают, что, о, вы там магистр, доктор, бакалавр, вот такого-то там, не знаю, Гарварда, Оксфорда, Кембриджа, MIT. Либо вы в Алабамском сельскохозяйственном колледже защитили, что тоже хорошо и правильно, но не так, не так круто, как в других местах. Как надо-то. Мы пытаемся, каким-то образом, мы Российской Федерации, перейти на эту общемировую систему с тем, чтобы ВУЗы присваивали бы степени. Ну, что я об этом думаю? ВАГ, не в обиду никому будет сказано, довольно сильно потратил свою репутацию на защиту разных фейковых диссертаций и диссеродельных комбинатов и фабрик, которые там и сам возникают в тех ВУЗах, которые хотят заработать денег. Поэтому сказать, что ВАГ является какой-то гарантией того, что ни одна мышь, фальшивая, плагиаторская, понимаете ли, вороватая мышь не проскочит мимо его бдительного взора? Нет. На самом деле нет. Проскакивают эти мыши и крысы целыми просто косяками. И что она занимает даже высокие должности. Да, ректоры, к сожалению, почему-то особенно любят иметь фейковые степени, хотя казалось бы. 30 секунд. Поэтому, если в ВУЗах, которые дорожат своей репутацией, будут присваиваться ученые степени, если будут советы, в которых сидят достаточно авторитетные люди, ВАГ не нужен. Приведет ли это распространению большого количества степеней в ВУЗах, так сказать, менее оснащенных? Да, приведет, но этого добра у нас сейчас хватает. В принципе, я была бы за ликвидацию ВАГа и за академическую свободу.